Здравствуйте, дорогие мои друзья, коллеги и не коллеги, и родители детей, если они к нам подключены, все-все, кто слушает меня в эту минуту. С вами Визель Татьяна Григорьевна, доктор психологических наук, человек, который полвека отдал помощи людям, у которых есть проблемы с речью и другими высшими функциями человека. И когда меня попросили сказать что-нибудь об этой ситуации, в которую мы все с вами попали, о чрезвычайной ситуации, о ситуации СОС, то я подумала, что бы я могла сказать такого, что как-то лежит в русле моей профессии, моих чаяния, моих дум, и поняла, что не лишним будет разговор о воле человека. Всегда, когда наступают трудные времена жизни, родители не принимают участия в воспитании детей, а хуже того, ссорятся, бронятся тогда, когда детям доступно такое их поведение. Вот ребенок обнял свою любимую игрушку и плачет. Дети очень сензитивны, они воспринимают ситуацию в доме. И если это тем более ситуация СОС, когда ребенку нельзя выйти на улицу, нельзя поиграть со своими сверстниками, то вот такое поведение родителей совершенно недопустимо. А ведут они себя так, потому что у них не воспитана воля и сознание того, что надо сдерживать себя, если и так ситуация трудна. Но вот на второй картиночке в родителе мама, в частности, не обращает внимание на то, как ведут себя дети, и в этом тоже ничего правильного нет. А вот следующий слайд – это правильное поведение родителей. Они должны проявить волю и не показывать знаков паники ни на своем лице, ни в жестах, ни в поведении. Они должны держать ребенка за ручки, улыбаться, читать и вообще чем-то занять ребенка. Для этого родителям нужна воля. И ребенок должен ведь терпеть вынужденное пребывание дома. Тем самым косвенно воспитывается сразу и воля ребенка, который понимает, что можно найти интересы не только на стороне, но и в своем доме своими собственными родителями. И так ребенку будет легче вытерпеть вот такое временное отторжение от своих привычных дел, детских садов, друзей и прочего. Ну и вот здесь есть выдержки такие, которые говорят о значении воли. Дальше мы посмотрим. О значении воли. Это, видите, такие народные высказывания. Не тот пропал, кто в беду попал, а тот пропал, кто духом упал. А это и есть дух, выдержка духа, это и есть воля. Или другие высказывания. Побеждает в этой жизни только тот, кто победил себя сам. Кто победил свой страх, свою лень и свою неуверенность. Вот все это о том, о чем я и заявила в качестве темы нашей беседы. А теперь ведь поскольку я нейропсихолог, я должна вам что-то сказать и по поводу... А, нет, еще тут будет раньше высказывания Эммануила Канта. Эммануил Кант известный мудрец, это философ, его обосновывает то, что его высказывания весьма весомы и лишни. Из-за лишней, так вот он сказал, что свободная воля подчиняется лишь высшему нравственному закону. В волевой сфере человек возвышается над собственными прихотями, низшими устремлениями, страстями и становится их хозяином. Вот все наши побуждения, прихоти, какие-то не очень высокого уровня притязания должны подчиняться нашей воле. Мы должны стать их хозяином. И вот так давайте задумаемся. В нашей литературе, нашей педагогике, психологии очень редко упоминается термин воля. Скорее вы встретите в учебных пособиях, в различных других изданиях, вы встретите термин эмоционально-волевая сфера. Это неправильно с моей точки зрения. Не всегда эмоция, ее степень сформированности, ее накал эмоции совпадает с таким же уровнем развития воли. Нельзя поставить равенство между функцией воля и функцией эмоционально-волевая сфера. Нет, воля – это сознательное, целевое усилие, а эмоция – это непосредственная чувственная реакция. Я не знаю, знаете ли вы, я, например, знаю волевых людей, но мало эмоциональных. Знаю людей эмоциональных и даже сверхэмоциональных, но мало волевых. Так что это разные функции. А когда их вместе вот так употребляют, этот термин, то затушевывается значение и того, и другого. Но и как нейропсихолог, как я уже упомянула, я не могу не выйти на мозговые механизмы этой функции воля. Посмотрите, воля – это то, как лобная доля мозга соотносится с энергетическим блоком, то есть с тем отделом мозга, с той структурой, которая подаёт нервную энергию для того, чтобы лобные доли функционировали нормально. Лобная доля у человека – самое важное. Недаром говорят «А во лбу звезда горит», а индусы рисуют мушку на лбу как раз в том месте, где эпицентр энергии лба, именно лобной доли. Так что то, чтобы лоб снабжался энергией, нервной энергией, это очень и очень важно. Если ослабляется энергетический блок, его структура, его работы как-то неправильно устроены, тогда и воля как бы по органическим причинам нарушается. А вот если просто нет выработки этой связи в онтогенезе, в течение развития ребёнка, если эта функция не вырабатывается, то связи не будут достаточно сильными, и человек не сможет выдержать ситуации СОС, ситуации огорчений, ситуации провалов. Мало ли что в жизни бывают всякие ситуации страха, опасности в ситуации страха, страх в ситуации опасности. Это очень всё чревато серьёзными последствиями. Вот запомните, пожалуйста, эту картиночку, что из глубины нашего мозга, из того, где аккумулирована нервная энергия, она должна поступать в лобные доли. А для этого нужно тренировать такую ситуацию. Надо, чтобы дети с самого раннего возраста, с самых первых месяцев своей жизни, ну, может быть, полтора года, два года, чтобы они знали слово «потерпи» и «нельзя». Я не говорю, что нужно детей на каждом шагу останавливать и просить их терпеть и запрещать им что-то. Нет, не об этом речь. Но среди всех прочих способов, стилей общения с ребёнком эти слова должны присутствовать. Когда они присутствуют, то взаимоотношения этих структур уже сами по себе выстраиваются должным образом. И вот ещё такое уточнение. Посмотрите, воля – это та функция, когда все внешние воздействия направлены на себя. Надо себя усмирить, себя закалить, себя настроить на то, чтобы выдержать очень трудную ситуацию. А тут спортсменка бежит к финишу, у неё воля уже просто на пределе. Но она включает волю и выдерживает, и прибегает к победе. Воля всегда – это процессы, которые происходят у тебя, с тобой, внутри. И всё, что извне поступает, должно перерабатываться тобой самим. И маленьким ребёнком тоже в известных пределах, конечно. И волю иногда путают с тиранией. Поверьте мне, я встречалась много раз с этим. Мне говорили, что мой ребёнок такой волевой, он что, чего хочет, всегда добьётся. Или у нас начальник такой волевой, он как стукнет по столу все в рассыпную. Это не воля, друзья, это тирания. Вот когда стрелки направлены от себя, а не на себя, это тирания. Вот тут стоит маленький мальчик, но он изображён символически, видите, таким крупным. И его родитель, которым этот мальчик буквально помыкает. Это тирания, она может выглядеть и в прямом варианте. Не то, чтобы ребёнок вот так собрался и тиранил родителей. Он может и подстраиваться, он может и маски надевать разные, но всеми путями добиваться того, чтобы было так, как он хочет. Но если это та ситуация, когда ничего можно сделать, то, как он хочет, это одно. А если нельзя и во вред ему и другим членам семьи, тогда родитель не должен поддаваться тирании. Очень важно различать волю и тиранию. Сейчас в ситуации самоизоляции, я думаю, что многие из вас поняли, что это нужно делать, и это действительно очень важно для того, чтобы выжить в этой грозной пандемии, то дети могут тиранить родителей, просить выпустить их на волю. Так вот, эта тирания не метод, не способ. Нельзя давать ребёнку укрепиться в успешности такой тактики тиранической. Надо его занять, надо его заинтересовать. Или просто сказать нельзя, нужно потерпеть. Не обязательно объяснять точно почему, но сказать, что вот такая ситуация, когда человек должен потерпеть. И это, поверьте мне, очень и очень важно. И говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот эта ситуация тяжёлая, ужасная, которая сейчас есть, всё-таки в ней есть какая-то позитивная нотка в том смысле, что родители, дети дома, и можно заняться более скрупулёзно, более прицельно, точно воспитанием у детей. Воле вообще контактировать с ними более тесно и не упускать возможность выработки у них воли. И без воли страха не победить, ни страхи не победить. И это нам доказал замечательный человек Ален Бамбар, который был путешественником морским, и он врачом был при морской больнице, и видел десятки тысяч людей, которые потерпели крушение, кораблекрушение, и заболевали, погибали только от... не только, а плюс к всему случившемуся, от страха. И он настолько проникся сочувствием к этим людям и вот этой решающей воле страха, что он решил доказать, что если не бояться ситуации, если есть воля, можно победить даже самую грозную стихию. Можно выжить в такой ситуации, когда разум говорит, что выжить нельзя. И вот здесь примеры из жизни этого человека отважного, который на плоту, заметьте, на плоту переплыл океан, пережил все ужасы воздействия на его здоровье, стихии, но он победил ее. И он писал, что вас убило не море, вас убил страх того, что вы не выживете. Вы должны бороться до конца за жизнь. Сейчас все люди, попавшие в ситуацию такую трудную, должны бороться за жизнь свою, за жизнь детей, всеми средствами не сдаваться, а до конца быть стойкими. А для этого нужна воля. Вот далее показано, что не лишне маленьких детей немножко и закалять в эмоционально напрягающих их ситуациях. Есть такая тема в психологии, в специальной психологии детские страхи. Так вот, надо детей полностью оберегать от детских страхов, или не нужно, или они вырабатывают у них волю, способствуют выработке воли. Конечно, дети должны испытывать какие-то страхи. Вот видите, детские фантазии маленьким детям, вот на первом слайдике, что-то рисуют, их воображение рисуют перед глазами, каких-то сказочных персонажей, страшно. Они в это время занимаются тем, что они перебарывают свой страх. И это выделяется в кровь адреналин, полирующий ее, и дети закаляются для тех ситуаций, которые в жизни могут им представиться, и они должны их перебороть. Также и детские аттракционщики, аттракционщики, и такие незначительные, и значительные. Видите, когда даже американская горка, и ребенку страшно. Ну, безусловно, индивидуальные реакции эмоциональные следует учитывать. Если ребенок склонен к неврозам, то нужно избегать таких травмирующих ситуаций. Но если нет особой склонности к неврозам, то не надо бояться. Это вырабатывает волю, это помогает собраться в трудных ситуациях. И если не пугать вообще детей, я имею в виду не пугать специально, а удалять страшные места из книжек. Я знаю родителей, которые заклеивают страшные места в сказках, или плохой конец, как у Ганса Христиана Андерсона бывают в сказках. У него почти во всех сказках плохие концы. Русалочка погибает, оловянный солдатик тоже. И эти концы родители заклеивают, или замазывают, не дают читать. Это неправильно. Если детей от этого оберегать, то они сами начнут друг друга пугать. Вот они собираются и говорят, а ты был на кладбище, а ты мертвецов видел, а я видел, и начинают друг друга пугать. Это потребность почти физиологическая, по крайней мере психологически, очень оправданно и закаляет. Еще раз. Ну вот, когда не хватает воли, что получается у разных детей? У одних детей это в досаду выливается. Видите, мальчик сидит над книжкой и не знает, как ему вообще себя заставить, грустит, а другой мальчик рвет на себе волосы, злится. Разные дети, разные реакции, не хочется ему сосредоточиться, и он злится. Даже маленькая девочка и то хватается за голову. Это когда воли не хватает, а когда хватает воли, ребенок собирается. А начинать нужно вырабатывать ее, как я сказала, уже с годовалого двухлетнего возраста. Теперь, видите, какая радость, когда воля побеждена. Мальчик что-то сделал, что ему было трудно, добился успеха. И вот это чувство удовлетворения от того, что ты сам себя победил, и у нас будет чувство громадного удовлетворения, когда мы победим коронавирус, свой страх к нему в себе, и выживем. Потому что страх помешает нам выжить даже в этой вот такой чрезвычайной ситуации. Ну, а здесь я привела слайдик, где очень понравилась шутка. Девочка, которая вообще мальчиком гораздо чаще вырабатывает волю. Родители как-то понимают, что мальчику придется в жизни чаще испытывать ситуации, где он должен проявить волю. А девочке не обязательно уж так быть волевой. И поэтому она так сидит и говорит, я же девочка, я ничего плохого не хочу, я капризничаю. И это ей прощается. Но это так шутка, на самом деле и девочкам тоже нужна воля. Они будущие мамы, им предстоит рожать, им предстоит испытывать страхи за детей и так далее. Так что это шутка шуткой, а всерьез по-другому. И вот тоже шутка. Девочка говорит своей дочери, четырехлетней, убери свои игрушки. Кстати, вот это приучение к порядку детей, тоже есть выработка воли. И говорит, убери свои игрушки. А она посмотрела, посмотрела на маму и говорит по-философски. Время все расставит по своим местам. Да, мы недооцениваем детей. Они очень много подслушивают у взрослых сентенций, выражений, метких. И потом парируют ими. И на такое возражение просто трудно сказать что-нибудь строго. Но в какой-то другой ситуации все-таки показать, что время не расставило по местам твоей игрушки. Оно может расставить по местам что-то другое, но игрушки твои по местам не расставит. Для этого ты должен включиться сам. Ну, и еще мне хочется сказать, что все люди и дети в том числе имеют какие-то психологические акцентуации. Их даже называют психиатрическими акцентуациями. Это совсем не значит, что человек болен какой-то психической болезнью, но если заболевает, то акцентуация может сработать в патологическом варианте. Слава богу, миллионы акцентуированных людей не болеют психически, а просто воспринимается это как черта личности, черта характера. Вот эта девочка, педантичный вариант. Мальвина из сказки Буратино, если вы помните. Она всех поучала, всех призывала к порядку, и Буратино, и других. Чистота, порядок, аккуратность, добросовестность, прилежание, формализм, иногда занудливость, брюзжание. Это уже перебор этих черт. Но это никакая не болезненщина, а просто черта характера. Таким детям прививать волю легче, чем вот таким гипертимным детям, которые веселы, общительны, инициативны, они легкомысленны, бывают недисциплинированы, раскованы, но их тоже нужно приучать к порядку. Их труднее поймать. Но не столь невыполнима задача при учениях проявлять волю, потому что они негативны, они не зациклены на своем, они так, что называется в народе, неупертые люди. Поэтому их тоже не так уж сложно приучить. А вот такие типажи, как лобельный тип, тут написано, аффективно экзальтированный по американскому ученому, психологу Леонгарду, таких детей трудно приучить, потому что они склонны к перемене настроения, или солнышко, они веселятся, а дождик, они сразу скукоживаются, сразу у них пессимистические нотки, в поведении, в жестах, и во всем звучат. Их труднее приучить. Аффект, тут есть слово, аффективно экзальтированный, а аффект – это черно-белая эмоция, она подкорковая эмоция, она проявляется независимо от осмыслениям часто. И даже в криминалистике учитывается, что преступление совершено под влиянием аффекта, в состоянии аффекта. Но это не значит, что и таких детей не нужно приучать к порядку и к проявлению воли. И стероидные дети, демонстративные, с ними немножко легче, потому что они, ну так, в кавычках я скажу слово, покупаются на похвалу. Если правильно с ними контактировать и хвалить очень за каждый правильно сделанный поступок, но не подлизываться и не листить, а справедливо хвалить, то таких детей можно приучать и к проявлению воли. Хотя эти два контингента довольно сложны. Вот те, что я показала в начале, всеми полегче обстоят дело, а вот эти акцентации сложны. Но, опять же, повторяю, не значит, что они освобождаются от таких мер воспитания со стороны взрослых. Ну, а самый такой серединно расположенный, это шизоидный тип. Его надо сделать своим союзником, своим идейным другом, потому что ему, для него характерна замкнутость, иногда эмоциональная холодность, ну, может быть, не совсем холодность, но не яркость такая, устойчивость интересов, рассудительность, серьезность, неумение иногда сопереживать. Вы видите, что этому типу шизоидной акцентуации свойственны некоторые черты детей с расстройствами аутистического спектра. Да, дети с расстройствами аутистического спектра, если они истинные, они приобретенные в результате каких-то жизненных передряд, этим детям свойственна замкнутость, интроверсия, свойственна некоторая эмоциональная холодность, самолюбие, ранимость, и такие дети не значит, что все дети шизоидного типа дети с аутистическими проявлениями, но часто таким детям не по делу ставят диагноз расстройства аутистического спектра как болезнь. Вот тут грань очень тонкая. Дети шизоидного типа похожи на детей больных, на детей с патологией, которые называются аутизм или расстройство аутистического спектра. Поэтому родители должны быть настороже. Не все специалисты, не все педиатры знают вот эту часть спецпсихологии, клинической психологии, где рассматриваются тонкие грани между акцентуациями, которые есть у людей, и их заболеваниями. Дифференциальная диагностика здесь очень и очень важна. Ну и, наконец, я говорила о методах проявления к детям некоторой строгости. Потерпея нельзя, но ни в коем случае нельзя доводить эти меры до того, чтобы у детей появлялись синяки. И не только под глазом, что вообще категорически должно оцениваться как зверство, а даже во всех других местах. Бить детей для того, чтобы они поняли что-то, это не способ воспитания. Не способ воспитания воли еще и вот такое. Заставлять детей работать слишком нагрузочно и не предусматривать их силы, не принимать внимание то, что они могут на солнце перегреться или целый день копаться в огороде и выполнять то, что им предписывают взрослые. Тоже замена воли, воспитание воли только одним трудом, это тоже не путь к духовному совершенству. Хотя освобождать от труда, безусловно, детей не нужно. Это тоже выработка воли. Ну и, наконец, есть такая сентенция «Мудрые мысли древних силен тот, кто управляет своими слабостями». Да, это так, это правильно. А если мы все во всем мире, эта ситуация пандемии касается не только России, она касается и других стран, касается всего мира. И вот если мы все, предохраняясь от передачи инфекции и желая друг другу только добра и здоровья, если мы все объединимся и проявим достаточно воли в этой ситуации, не будем впадать в уныние, не будем распадаться, не будем друг друга индуцировать плохим настроением. А я сейчас пытаюсь показать вам, что, несмотря на свой преклонный возраст, в такой ситуации не впадаю, в уныние не распадаюсь. Я вам всем желаю доброго здоровья, благополучно пережить эти времена и понимать, что воля во многом решает трудные ситуации жизни. И я жду ваших вопросов. С удовольствием на них отвечу. Давайте я посмотрю. А вы мне пишите благодарности. Мне это очень приятно. Спасибо. И пожелание, чтобы я берегла себя. Я стараюсь. Я на самоизоляции. Пишу дома книги. Учебник уже четвертое издание выдерживает. Я его перерабатываю. Спасибо большое. Что сделать с ними? А, вот хороший вопрос очень. Что делать в этой ситуации с неговорящими детьми? Да, это очень трудная ситуация, потому что неговорящие дети мало понимают инструкции, мало, так сказать, их труднее убедить в том, ну что делать? Занимать. И занимать так этих детей, играть с ними в игрушки. Почитайте книжку современного психолога, педагога, Кристель Манский, немецкий педагог. Она очень много дает ценных советов, как быть с детьми, которые не говорят, не вступают в контакт, как их завлечь в этот контакт. Это отдельная должна быть беседа наша, отдельная лекция. И вопрос очень хороший. Трудно занять без речевых детей, но можно. И надо придумывать такие способы, чтобы им было тоже комфортно в этой ситуации. И, конечно же, использовать ее для более тесного речевого контакта. Вот так я могу ответить. Так. Как влияет физическое воспитание ребенка? Это очень влияет. Что такое физическое воспитание? Во-первых, это укрепление здоровья. Это очень важно для того, чтобы была проявлена воля. Вот тот же бомбар не выдержал бы в океане, если бы у него было плохое здоровье. Не из-за воли, а подвело бы его собственное тело. Это обязательно. Но и спорт закаляет волю, потому что он требует получения результата, достижения результата. А без воли хорошего результата не достичь. Физическое воспитание – замечательная вещь в выработке воли. Правильно. По поводу эмоционально-волевой сферы. Вот где-то. Регуляции, возможно, имеется в виду управление эмоциями посредством воли. А вы знаете, что если в этом термине это не просматривается. Возможно, это имеется в виду. Если так, то это замечательно, потому что, да, воля управляет эмоциями. И если этот термин в таком контексте понимать, то можно и так. Но он обычно не в таком контексте приводится, а в том контексте, что это как бы одна и та же функция. Равно. Эмоция и воля. Так понимается, во всяком случае, многими, кто вступает в профессию и пытается вникнуть в ключи. Но вы правильно сказали, можно понимать это и так. Что делать с мальчиком, если он постоянно играет в компьютерные игры, проявляет агрессию, даже бьет родителей? Но если мальчик дошел до того, что он не может сдержать себя физически, его надо, конечно, показать врачу и неврологу, психоневрологу, для того, чтобы ему помогли медикаментозно себя сдерживать. Эта проблема уже получается комплексная. Но если он не дошел до того, чтобы проявлять такую агрессию, то, конечно же, ответ напрашивается сам собой. Его надо увлечь чем-то некомпьютерным так, чтобы он отвлекся от компьютера. В жизни есть много некомпьютерного, есть много видов деятельности, которые пересилят то, что интересно ребенку по компьютеру. Но для этого родители должны начать играть в это и заниматься этим вместе с ребенком, устроить ситуацию соревнования, азарт пробудить и отвлечь от того, к чему ребенок персевераторно стал привязанным. Это трудная задача, но другого выхода нет. Переключить с того интереса, который стал навязчивым, на другой. Так, дальше вы меня спрашиваете, посоветуйте в работе подростком 14 лет. Были у меня такие трудные столкновения с детьми-подростками. И моя хорошая такая знакомая, коллега, близкий мне человек, просто занимается девиантными и деликвентными подростками. Мы с ней часто обсуждаем эти проблемы управления ими. Вы знаете, очень хороший метод начать читать приключенческое что-то таким подросткам. Приключенческое их захватывает и останавливаться на тех местах, уносить книжку, чтобы ребенок ждал продолжения этого. Очень хорошо с этими подростками, если не получается, вот такими безобидными методами какие-то подделки, какие-то модели собирать, интересные в шахматы играть и так далее. Если так не получается, то положительный опыт был при том, что таких детей отдавали учиться в военные училища, когда совсем дело заходило в тупик. В военных училищах они быстренько превращались в управляемых детей и в распределяющих свое внимание должным образом. Или какой-то вид спорта, но не просто, а туда, где наставник, будет тот человек, скорее всего, это бывает молодой человек, красивый, сильный, достигающий, показывающий мастерство, и дети, подростки хотят походить на него. У них перед глазами пример для подражания. Помните, как Маяковский написал, я бы хотел делать жизнь с кого? С товарища Дзержинского. Может, с него и не надо было делать жизнь, но пример, вот такая формула, да, дети хотят делать жизнь с кого-то, найдите ему такого человека, и он будет управляем. Так, что делать с мальчиком? Ага, все, вроде бы. По поводу, да. Почему молодые мужчины больше боятся вируса, чем девушки? Такая тенденция в Москве среди незнакомых. Да, дорогие друзья, была такая компания, когда я еще была, ну, относительно молодой, она звучала так, берегите мужчин. Мужчины, несмотря на то даже, что у них воля чаще вырабатывается, чем у женщин, они все равно боятся больше всяких неприятностей, всяких чрезвычайных ситуаций, болезней и так далее. Почему? Потому что для каждого мужчины стрессовая ситуация неродная. Девочки с детства привыкают, им можно поплакать, им можно покапризничать. А для мужчин стрессовая ситуация неродная. Поэтому они и боятся больше всяких напастей, и в частности вируса, им труднее переживать физические недомогания. И среди мужчин больше тех, кто с инфарктами, с инсультами, с заиканием, с другими неврогенными расстройствами. Да, несмотря на волю, они понимают, что их нервная система не столь гибкая и податливая, как женская. Вот тут гендерные такие различия играют перевертыши ситуации, получаются. Вот так. Ребенок отказывается делать уроки, говорит ему, неинтересно, что делать родителю. Ну что вы сами ответили на свой вопрос. Сделать так, чтобы это было интересно. Вот ту книжку, что я вам посоветовала, Кристель Манский, там написано, учение как открытие. Такой надо метод найти в выполнении этих уроков, чтобы ребенок сам хотел что-то открыть. Если он сохранен первично, мышлением, и у него нет серьезных заболеваний, то надо сделать материал для него интересным, давать его в виде загадок, чтобы он сам открывал что-то, дать ему роль ученого, какого-то звездочета, не знаю, кого еще, волшебника, чтобы он открывал для себя истины. Ведь учение что? Учение – это познание истин. Их не обязательно познавать в таком формализованном виде, в каком дается в школе. Можно это превратить в веселую игру или в интересную игру, и таким образом приобщить ребенка, вовлечь его в интересность. Ведь обучение на самом деле это почти физиологическая потребность для человека. Он хочет познавать мир, ребенок должен хотеть познавать мир, а уроки, значит, ему слишком засушили, слишком заформализировали. Вот давайте играйте с ним в разные игры, которые вернут ему интерес к обучению. Вот так я это понимаю. Ну, вроде бы все. А вот, спасибо большое, и вам спасибо за внимание, про проблемы с лобными долями нарушения воли у детей шизоидного типа. Где подробнее почитать? Почитать подробнее вы можете в учебнике клинической психологии у Бориса Дмитриевича Корвасарского. Это учебник, там узложены все акцентуации, объяснены клиническая психология и учебник Корвасарского. Вы можете это почитать у самого Леангарда, американского ученого, у Эрнста Кричмера, тоже американского ученого. Много написано. Наберите в интернете психологические акцентуации личности, и вы почитаете об этом подробнее, и поймете, кто ваш ребенок, какую он имеет акцентуацию характера, и вам будет гораздо легче с ним взаимодействовать, контактировать. Вы поймете, кем вы должны стать для него, наставником или только другом, или человеком, который оценивает его успехи, как никто другой, или тем человеком, который радуется, что он упорядочен. Тут надо поворачиваться разной стороной своей личности к каждому ребенку с особенной акцентуацией. К сожалению, в нашу педагогику это входит с трудом и со скрипом. А ведь это не больные дети акцентуированные, это дети обычные, это дети нормы, но имеющие акцентуацию, как и все мы с вами. Так что вот хороший вопрос, правильно. Познакомьтесь с этим поближе. Я рада, что я затронула эту стронку. Ну, кажется, мы пообщались, да, на сегодня. Запланированное вы выполнили. Я не вижу больше вопросов. И судя по вашей заинтересованности, мы встретились не зря, а это всегда поддерживает, это придает сил для того, чтобы жить дальше. Спасибо вам, дорогие коллеги и не коллеги, все те, кто был сегодня с нами. Я благодарю Институт психоанализа за предоставленную возможность пообщаться с вами. И прощаюсь, может быть, до новых встреч. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok